Всем хорошего дня, с вами Сэр Верти и сегодня тест щиты против брони. У вас всегда возникал вопрос, какой же из этих двух материалов лучше? Мы исключим в данном гайде всякие X-оружия, торпеды и истребители-бомбардировщики. Начнем мы тест с кинетики. Возьмем стандартную гаусс-пушку пятого уровня. Как и любая кинетика, наносит дополнительный урон по щитам и, в принципе, немного игнорирует брони. Как видите, в данном тесте, невзирая на то, что справа щитов почти не было, кинетика все равно выигрывает, просто потому что много урона по щитам и они быстро слетают. В тесте с лазерами пятого уровня, естественно, побеждает любые корабли, на которых стоят щиты, просто потому что лазер игнорирует огромное количество брони и такие корабли в упором в броню не выдерживают огромного урона. В данном случае с ракетами дела обстоят немножко по-другому. В данном тесте мы используем ракету-хищник пятого уровня. Казалось бы, в начале вроде бы побеждает все-таки флот слева, но, как видите, флот справа с броней начинает явно перетягивать в свою сторону победу и спокойно уничтожает врага. И тут вы, наверное, сейчас скажете, а где уникальные модули, а почему нет усилителей щитов, например, регенерирующие обшивки? Да, запросто. Давайте тогда добавим усилитель щитов и регенерируемую обшивку. И тут у нас происходят явные изменения. Даже невзирая на то, что кинетика наносит повышенный урон по щитам, усилитель щитов намного лучше справляется с данной задачей и начинает потихоньку перетягивать в свою сторону победу. В данном случае с лазерами ничего не изменилось. Как наносили урон, игнорируя броню, так и наносит. Но, правда, усилитель щитов помогает быстро восстанавливать щиты и поэтому в данном случае потери минимальные. Вот, теперь переходим плавно к тесту с ракетами. В прошлый раз ракеты с броней выдержали много урона и смогли перевесить в свою сторону. Но, как видите, усилитель щитов во всех трех тестах помогает выжить все-таки флоту со щитами. Но вы скажете, как так? Разные все-таки виды оружия и снаряжение, регенерирующие обшивки не такая хорошая. Следующий тест мы сделаем все одинаковым. За исключением того, что в одном флоте будет больше щитов, а в другом флоте будет больше брони. И вот во флоте слева, как видите, у нас есть и справа, и слева усилители щитов, регенерируемая обшивка, два лазера, две ракеты и две кинетики. Но в правом вы видите больше брони, в левом больше щитов. Как видите, в начале и вообще вроде бы бой идет поровну, но перевес уходит все-таки в сторону брони. И казалось бы, вот сейчас уже и выровнялся бой и вроде сейчас победит. Но нет, все-таки флот справа имеет явное какое-то преимущество. Но тут возникает очень спорный и важный вопрос. Вы не можете набрать брони больше, чем на 90% сокращения урона. Давайте добавим улучшение еще на 20% усиления щита и брони. Получим данные характеристики модификатора корабля и проверим последний, финальный наш тест. Как видите, пачку мощи слева у флота намного явный перевес. И вот даже сейчас, невзирая на такой перевес, вроде бы по счету пока равный. Но уже перевес переходит в сторону в левого флота и правый начинает потихоньку падать. В чем же вы все-таки думаете в загвозочках? В том, что вы не можете набрать брони больше, чем 90%. Поэтому в данном случае щиты всегда будут лучше. Но без брони вам я не советую выкатывать свой флот на просторы галактики. Доберите хотя бы немножечко, чтобы у вас было 70, 80 или 90% сокращения урона. А все остальное закидывайте смело в щиты. И чем дольше у вас идет сессия, тем меньше брони вы будете уже использовать. Я желаю вам хорошего дня. Я надеюсь, этот гайд был для вас полезен. И мы увидимся с вами в следующий раз. Пока.